Чтобы читать, рассуждать над Словом Божьим, вникать в Слово Божье, научаться от Слова Божьего, чтобы потом нам жить так, как учат Слово Божье. Сегодня мы продолжаем рассуждать над посланием Галата, Галатам 6 глава. Ну и стих у нас по очереди сегодня четвертый. Но мы прочитаем еще и третий, чтобы немножко быть в общей теме. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый, это уже наш стих, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в ком другом. Ибо каждый, пятый уже стих, говорит так, ибо каждый понесет свое бремя. Bear one another's burdens, and hereby fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Start from the second one. But each one must examine his own work, and then he will have reason for boasting in regard to himself alone, and not in regard to another. That was our verse, and the fifth verse. For each one will bear his own load. Yes, amen. Мы будем рассуждать над четвертым стихом, да испытывает свое дело каждый. А третий стих говорил, вкратце напомним, что он говорил о том, что у человека может быть неправильная самооценка, неправильное самомнение. Кто-то может почитать себя чем-то, при этом будучи ничто. Очень хорошо и очень правильно, чтобы у каждого из нас была такая правильная, взвешенная личная самооценка. It's very important that each one of us has a correct, we'll say, view, or a correctly self-evaluate ourselves. Не надо себя возвышать. There's no need to exalt ourselves. Но не надо себя и, наоборот, опускать ниже плинтуса. But it's also not necessary for us to, you know, lower ourselves to nothing. Есть нормальная библейская точка зрения, кто есть ты и я во Христе Иисусе. There's a good biblical viewpoint of who we are, who you are in Christ. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Слава Богу! Кому-то это ничего не значит, пусть не значит, а для нас это значит, как вы говорите, a lot. Мы теперь дети Божьи. И это мы должны знать, помнить, и с точки зрения такой, мы должны и двигаться и жить нашей жизнью, как дети Божьи. Значит, не думайте о себе более, нежели должно, но думайте скромно, по мере веры. So, don't think of yourself more than you ought, but think of yourself, you know, by the measure of faith that you have. Так? Правильная самооценка. A correct self-evaluation. Как ее узнать, как ее понять, как с этим делом вообще иметь дело? How can we understand it, and how can we evaluate ourselves correctly? Откуда должна взяться у меня правильное, ну, понимание правильной самооценки? То вот как раз мы переходим и в четвертый стих. Каждый, да, испытывает свое дело. And here in the fourth verse it talks about it, that each one must examine his own work. И тогда будете иметь похвелу только в себе, ни в коем другом. Вот наш стих, пожалуйста, рассуждаем. And then he will have reason to boast in regard to himself alone. Как начнем? С этой стороны, или с этой, или по центру? Should we start from this side, or this side, or? Кто начинает? Вот так написано. Каждый, да, испытывает свое дело. Помните, чтобы знать, кто я есть на самом деле. Я не что, или я что, кто я. Что нам советуют четвертый стих делать? What does the fourth verse advise us to do? Вот чувствую, что правильно думаете. I feel that you're thinking correctly. Ну, если мы чего-то не знаем, если мы not sure, если мы не совсем уверены, то надо это испыть. If we're not sure about something, if we're not confident in something, then what must we do? We must... Испытать. 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 И апостол Паул нашу мысль направлять именно в таком русле направлений. Каждый, каждый, каждый. And апостол Паул guides us and says that each one must examine his own work. It's interesting. It doesn't say here to examine somebody else's fate. Oh, yeah, yeah, yes. It doesn't say испытывайте somebody else's терпение. Тоже. Но и у нас специалисты. У нас, и у нас такое чувство, что у нас прямо призвание чье-то терпение испытывать. Нельзя, не надо. Испытывает каждый пусть свое дело. Да, братья и сестры, нам апостол дает очередную, очень важную такую, перед нами ставит задачу. Испытывать свое дело. Апостол Паул, he gives us this assignment to examine our work. Так написано, да? An exam, это как бы test. But examine, обычно, типа, очень скрупулезно рассматривает. А свое дело, как написано свое дело в английском? His own work. His own work. See? Как бы свою работу. Свою работу. Чуть шире, чуть лучше. Чуть шире, чуть лучше. Я проверял переводы другие, то там есть немножко даже тоже более шире такое понятие. Как бы испытывать свое дело, а там, ну, какое-то, можно сказать, одно дело, чем я занимаюсь. А вообще-то призыв лежит в таком смысле, чтобы испытывать вообще свои дела. А может, шире даже сказать, вообще свою жизнь. So, basically, we must examine, like it says here, it says in Russian, свое дело, his own, we'll say, thing, but here it says his own work, but even broader, we must examine our own life. Let everybody soberly examine his works. То есть, братья и сестры, это, конечно, это не только что-то такое, которое можно в единственном экземпляре найти в этом месте Писания. Это сама тема, она раскидана по всей Библии, особенно по всей Евангелии, по Новому Завету. И мы сейчас немножко понаходим те места, их свяжем кучу, и мы увидим, что это целая такая Божья наука для каждого из нас. So, this isn't the first time we find this, you know, these phrases in Scripture that we're studying right now, but we can also find in the Bible that this, you know, is a theme or a teaching that God teaches for us to, you know, examine ourselves or our works. Значит, идем по каждому слову. Слово первое в этом стихе – каждый. So, we're gonna start with each one. Буквально каждый. So, each one of us, literally. Без исключения. А может, меня это не касается, а может, это не обо мне, а может… Maybe this is not about me. Нет. Hold on. It says every one. Написано каждый. Абсолютно каждый. Everybody. Каждый верующий, каждый христианин, каждый должен этим заниматься. Every person must do this. Хорошо, мы это уяснили. Запишите раз и навсегда. Запомните. Каждый. Значит, ты в том числе. So, in verse 4, it says each one, that means you included. Что ты должен делать? Ты должен испытывать, и я вместе с твоей, ты должен испытывать свое дело. What must you do? And I with you. Свои дела. And I along. Свою жизнь. We must examine our works, our life. Когда тебя будут спрашивать, как твои дела? Ты можешь сказать, еще не все испытал. Не могу точно сказать. А думаешь, да, хорошо, хорошо. Ну да, ну да. Хорошо, хорошо. Ты сам то знаешь? Так что, правильный ответ? Еще не знаю. Процессы испытания. I'm not sure yet. Но каждый относится не только к христианам, но все земли. Но дай Боже. Дай Боже. Кто делает, то пробирает. Он на совесть. Если говорят, даже если простой человек, то на совесть делает. Да. 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 So it says here, each one must examine his own work. That's, you know, to every single person on earth. You know, if somebody doesn't have the word of God, if they live by their conscience, then that's produced. If you examine your own work, then you'll be more competent and be able to correctly evaluate yourself and not have, you know, understand the third verse. It says, for if anyone thinks he is something, then he is nothing. Вот припустим, что апостол Петр до определенного момента жизни чувствовал себя на коне, что называется. So, for example, let's say that апостол Петр, he at one time thought he was, you know, we'll say on a high horse. Вот он ходил, мне кажется, так, все, плечи расправленные, голова высока, взор вперед, и вот так он себя чувствовал классно, классно. А потом что-то так произошло, какая-то ситуация уже не произошла, и мне уже Петр по-другому смотрится. Уже голова чуть ниже, плечи опущены, взор поникший. Уже Петр вот сгой, но... So, before, Петр was very confident in himself and very, you know, confident and he didn't have any doubts. He thought he was really strong and he had a very high, we'll say, a self-evaluation of himself of what he was capable of. But then, we noticed some things in Scripture after some situations happened. Now, Петр isn't as, you know, as confident as he used to be. Я так быстро сказал, это ты так долго переводишь. Главное, чтобы они поняли. Или ты добавил? Да, наверное, ты сам. Не, нормально, я же контролирую. Но я про глаза не сказал там. Вот, и ты еще упустил, да. Чтобы ты еще про глаза стал говорить, то уже до конца разбора. Значит, ты что или ты ничто? Думает о себе, что он что-то, а на самом деле будет и ничто. До определенного момента Петр думал, что я что-то, а потом уже помнилось мнение. И что произошло? So, are you something or you're nothing? Until sometime, Peter thought he was something. And then, what happened? Какой-то моментик проявил суть дела. Some moment kind of showed us what the reaction was. Вот ты думаешь себе так, ты себе так представляешь, вот ты себя не видишь. So, you think of yourself in one way. Я себя не вижу без зеркала. Вот так немножко, нос вижу так чуть-чуть. Ну, не вижу так, в общем. И мне кажется, что я такой красавец. Я такой, у меня тут все так, бородка подстрижена. Я так, у меня брови так, все так на месте. Нос прямо, ровненько. Я так думаю, что я такой все, ну просто, вот, шел, шел, шел. И вдруг зеркало встретил. So, you know, I don't see myself without a mirror. I don't see all of myself. You know, maybe I see my nose a little bit. And I think I'm all this and that. And I think my self-image is good until one time I'm walking and I see a mirror. Светил в зеркало, и говоришь, ты кто? And I look into the mirror, and I say, who are you? А оно вот тебе тоже говорит, ты кто? And it says the same thing to you. Ты же, я спрашиваю. I'm asking you. Ну, и ты потом понял, что это ты. And then you figure out that it's you. Оказывается, ты не такой, как ты думал о себе. And apparently you're not, you know, you don't have the self-image that you had for yourself. Что-то, что-то проявило, показало тебе истинную сущность твоего вот состояния. And something showed you the reality and the real situation of what you are in or who you are. Мы ж, вообще люди-то ж такие, о-о-о-е-е-е, люди, вы ж, вы людей знаете, правда? And people are, you know, you know people, right? Вы их знаете, сами вы, они. You know people, because you are people. Да. Мы ж о себе склонны там говорить, думать классно, все. Пока в жизни мы не встретимся с вот этим зерклом, когда начнем читать? Там где-то в царствах написано, что однажды в Храме Божьем делали ремонт и нашли книгу. Я так полагаю, где-то так она там была заброшена, упели, внебрежение, книга Закона Божия. And it apparently looks like it was a book that was not regarded, that was rejected, and it was possibly in dust. В доме Божьем книга Божья может быть заброшена. Можно ли привести параллельку с нашей сегодняшней жизнью, что в церкви может быть заброшена книга Божья? In the house of God, the book of the Bible can be neglected. Is it possible, can we run a parallel, that the Bible can be neglected in our church in this day and age? In our life, our family? В нашей жизни, в нашей семье. И вот они делали ремонтик. Чтобы найти иногда Слово Божье, надо ремонты поделать, кое-какие. Sometimes in order to find the word of God, you have to remodel. Вы же знаете, что женщина, чтобы найти потерянную драхму, взяла веник и начала выметать дом. Представьте, сколько там было в том доме добра, что драхма туда булькнулась и спряталась. Хозяйка. Светильник зажгла и начала выметать дом. И драхму нашла. И генеральную уборку сделала. Два плюса за раз. А мысль-то такова, чтобы найти потерю, иногда надо повыметать кое-что из дома. Чтобы найти Слово Божье, пришлось ремонт делать им в храме. Делали ремонт, что-то такое лежит, там непонятная книга. Что за книга? Свита какой-то так. Казалось закон Божий. А это зеркало, это зеркало. Принесли царю. Царь как начал читать, чем больше читал, тем больше страх нападал на него. Короче, понял. Он понял, что мы попали в беду. Потому что то, что он читал здесь, и то, что было в сути, он понял, что это все не соответствует. Он понял, что мы не так делаем, не так живем. Быстренько посылает послов, пророчится там, что же нам Бог сейчас скажет и что будет. И вот, а до этого жил нормально, не напрыгался, делов-то куча. Живет себе царь, кушает. Чего он там кушал? Бананы. Пока не встретился с зеркалом, человек. И тогда мы увидели, на самом деле, свою ситуацию. Да, испытывает. Нам важно, друзья, вот это стих. Испытывать себя. И тогда он был able to examine himself. И здесь, это говорит, что каждый один должен изучить себя. Испытывать себя. Я же на нашем разборе не сам говорю, правда? Мы двое. Я не единственный, который говорит в нашем библе-студии, да? Есть два из нас. Я всегда призываю все говорить, братья и сестры, все мысли, делитесь. Где еще какие вы вспоминаете параллельные места этому месту, что, этому стиху, что, насчет испытания, исследования себя? Where else do you find verses, we'll say they're parallel, about examining yourself, your work? Испытывайте себя, написано там. Испытывайте себя, написано там. Значит, там первым номером стоит, что, да, испытывает же себя человек. А дальше там есть слова такие, пойдут по ходу текста, что, если бы вы судили сами себя. Какая взаимосвязь? Вначале я себя испытываю, то есть я занялся своим самоисследованием, кто я, как у меня делишки-то. А мы уже поняли, что, когда мы будем исследовать себя в свете Евангелия, то мы себя обнаружим не совсем все хорошо. А когда увидим вот эти перекосы, начинаем себя за это судить. И там не то, и там, Боже, я не прав, и там не хорошо. И человек начинает судить себя, исполняет следующее повеление апостола Павла в отношении вечерей Господней. И Богу это нравится. И вот как правильно, и таким образом участвуйте. Есть и пейте. И если Бог видит, что ты себя исследовал, где надо осудил, попросил у Бога милости и участвуешь. И это так апостолу учишься, так много делать. Хорошо, да, насчет причастия там написано, да, испытывает себя человек. Еще какие места насчет самоиспытания и исследования? Very good when we have, when we partake. Where else do we have to examine ourselves? Ну, как насчет, например, такое место? Where? 2 Corinthians 35 What does it say there? Yeah, I have it here. Go ahead, read it. Go ahead. 2 Corinthians 35 Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Христос Иисус, Иисус Христос у вас? Разве только вы не то, чем должны быть. Очень хороший стих. Первое указание. Испытывайте сами себя. Апостол почему-то не останавливается на этом слове «испытывайте». Добавляю в следующем предложении. Сами себя исследуйте. Слаживается такое впечатление, как будто бы какая-то лаборатория с этими вот микроскопами. И тут проводится исследование и испытание. Только не на мышах, а вот сами себя. Испытывайте себя. Говорит дальше «Исследуйте себя». Ага, а что дальше? Классный вопрос. Или вы не знаете самих себя? Мы знаем сами себя, или мы не знаем сами себя? Оказывается, вполне вероятно, что мы не знаем сами себя. Потому и думаем, что я кто-то, будучи ничто. Ты не знаешь сам себя, родненький. А почему ты не знаешь сам себя? Или наоборот бывает, что они думают о ничто. Но иногда, когда есть самих, что люди думают о ничтое. Но когда есть что-то, что Христианство в нас. Как написано дальше. Да, да. Вот для этого и надо исследовать, испытание исследование, чтобы самого себя знать. Therefore, we must test and examine ourselves, to know ourselves. To know, examine ourselves, and sometimes we have to examine ourselves and see what's us and what's Christ. Because sometimes, you know, there's us, but sometimes things in our life are the work of Christ. Or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? This is a very interesting question. Мне кажется, что здесь даже больше оттенок такой, что надо человека не с неба на землю опускать, а с земли на небо поднимать. And it looks like by... Christos was. The context here, it says that, you know, we're not bringing people down, like it says in Galatians, we just recently discussed. But here it's talking about, do you not know that Christ is in you? Or we're encouraging somebody here. Do you not know that you're a child of God, that Christ is in you? То есть, на самом деле, есть две такие проблемы. Некоторых надо облаков спустить на землю, потому что они там же... Some people, they need to be brought down to earth from the heavens, because they're already... А некоторые из какой-то долины топи уныния, такого угнетения, надо поднять на настоящий, такой правильный уровень, на камень поставить. Ты что, себя не знаешь? Христос Иисус в тебе. Ты Божье дитя. Надо показать человеку, на самом деле, те бенефиты, те огромные привилегии, которые ты имеешь от Иисуса и во Христе Иисусе. But other people, we must encourage, bring up, maybe they're down or depressed, we must tell them that, do you not realize the privileges that you have in Christ, when He is in you, that power that is in you? It's nothing about гордость. Тут нет ничего про гордость, абсолютно ничего общего. Всего лишь наша правильная позиция нашего такого пребывания во Христе и понимания своего состояния во Христе Иисусе. Да, это место мы нашли, которое нам еще раз подтверждает насчет самоанализа. And we found this place from scripture about self-evaluation. Thank you. Here also, just this past Sunday, a brother was shared to study yourself and the teaching. Вникай в себя, вникай в себя. And it says, examine yourself or study yourself and the teaching. Вот это такой оборот речи, вникай в себя. Это что-то такое или это что-то такое? Where is this place in scripture? Тимофия. In Timothy it says. Значит, интересная мысль такая, вникай в себя. Блудный сын пришел в себя. Некоторые говорят, я вышел из себя. Таким скажите, зайди назад в себя. И вникай в себя. И причем в учение. Сверай себя с учением, себя с учением. И делай поправочки. Не учение, а себя. Не подгоняй учение под себя. Подгоняй себя под учение. Правильно? Некоторые так и делают, наверное. Наоборот, Писание под себя подстроили. Там, что надо, поэбирали. И так дальше. А надо себя под учение постраивать. Каждый-то испытывает свое дело. Иногда такое слышал. Я тебя хотел испытать. С чего ты взял, что это твоя задача? Себя испытывать. Начали себя испытывать. Они всех вокруг начали испытывать. Ну сейчас, этому колесо пробью. Вижу, как он реагирует. Какой он верующий. Тому подножку ненароком поставлю. Вижу, что у него верится из уст. Стоп, ты испытатель. Ты не той деятельностью занялся. Ты себя испытывай. До такой испытателя в церкви появится. И давай всех попробуй испытывать. Себя, 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 себя. Это вы как закроете. То, что мы сейчас. Это вникает в себя и учение. Каждый доиспытывает свое дело. It says, pay close attention to yourself and to your teaching. Pay close attention. Интересно, в этом переводе написано. Вникай в себя и в свое учение. Или в твое учение. Ну, что значит твое? Что значит твое? А твое это какое? Где оно твое? Мое было? Один воншился. Да. Мне нравится такая история, когда Давид из-за того себя правилам. Здесь такое время было в его жизни, когда он увидел израильский народ, стоящий перед филистимлянами. Когда он услышал поношения Алиапла. И когда его привели к царю Саулу, И царь сказал ему, что ты живешь, а куда тебе идти? И Давид испытал себя, свои дела. Я, когда приходил левый или медведь, то брал его за космом. Ни на что. Правильно? Когда ты испытал себя на медведях, на львах? Нет. В силе боя. Нет. Результат. Когда ты обзывал себя, и есть результат, это хорошо. Это как принимать тест. Ты изучаешь твое, и матч, и что-то. Ты принимаешь тест, и как это получилось? Если ты испытал свою силу, то ты уже знаешь, что ты можешь понять. Правильно? Если ты обзывал свою силу, то ты уже знаешь, что ты можешь понять. Если Саул испытал себя и весь Израиль, что он не было врачом, то и оплату. Если Саул, если Саул, если Саул examined him and all of Israel, that they are no match for Голиат, посмотрит на них сразу страх на того. И then fear gripped him. Если мы сами себя не испытываем, то нас бы какие люди испытывают, правильно? Они говорят за нас, когда видят дела наши. Если мы не проверим или проверим себя, то другие люди могут проверить нас. Бог творил все то, что Он сотворил, вот первая книга и первые главы. Когда Бог создал все, что Он создал в первых книгах, в первых капитрах. Каждый отрезок какой-то работы, которую Он делал. Что Он говорил после этого? Он что-то сделал, Он сотворил растительный мир, животный мир, небесные тела, все, что Он сотворил. В конце Он подытаживал, подытаживал, что Он говорил. После каждого дня из создания, что Бог сказал, после каждого части, когда Он создал, вы знаете. Он увидел, что это произошло. И сказал Господь, хорошо. А в одном моменте я сказал, хорошо, весьма хорошо. Я себе так представляю, что вот сделал какой-то объект, что-то сделал Бог, отошел и посмотрел. И Богу было приятно и нравилось то, что Он сделал. То, что мы делаем в нашей жизни, нам надо делать по такому же самому принципу. И желательно это делать каждый вечер. Прошел день, это уже все, это уже завершенный некий отрезочек, этап жизни твоей остался пройденный, сегодняшний день. И ты уже стоишь в конце этого дня, у тебя уже есть на что обернуться, оглянуться. И проанализируй эту идею и скажи, молодец, Сережа. То есть, Володя, хорошо прожил. Даже сказал бы весьма хорошо прожил. Так что, в основном, мы хотим делать это каждый день. Ты знаешь, день уже прошел, мы имеем в виду, что-то рефлектируем, мы смотрим назад, мы анализируем день, посмотрим, как это было. И тогда мы можем создать конкурсию. Очень хорошо, Владимир, ты сделал хороший работа. Или же отошел, посмотрел на эту свою деятельность, которую ты сделал за сегодняшний день. Что-то не все хорошо. Вот там я зря так сказал. А там зря то сделал. Ну и, в общем, нашел пару косячков за день. Уже не весьма хорошо. Уже не все хорошо. Что делать? Заново прожить день нельзя, что делать? Как вы посоветуете мне, что делать? Когда ты вечером встал и пред Богом проанализировал свой пройденный день, прокрутил память, и увидел, что некоторые моменты нехорошо, нехорошо. Что делать в таких случаях, брат? Что можно исправить? Что ты делаешь, да? Что это, что ты можешь correct? Скажи Бог о прощении. И азкать в Бог о прощении. У меня ещё хорошее состояние, если так делаешь. Ооо. Очень хорошее состояние. Это очень хорошее состояние. День прошел лишь бы как, уснул еще по дороге домой, в машине. Когда там что анализировать? Это же надо уделять каждый раз какое-то время для этого. Это не часы, это наша вечерняя молитва. Я не знаю, братья и сестры, как у вас, но я что-то так не нахожу, чтобы у меня был какой-то день прожитый, чтобы я так думал, ну сегодня в принципе нет смысла просить Бога прощения, не за что. Почему? Потому что мы же знаем, апостол говорил, что хотя я ничего за собой не замечаю, есть и даже такое есть. Но я тем не оправдываюсь, судья же мне Христос. Понимая то, что я могу даже сделать что-то не так, или забыть, или даже просто simply не заметить, что я сделал не так. И ты думаешь, что ты такой красавчик, так четко прошел день, все без всяких там изъянов, а даже не заметил, как сделал ошибку. И не заметил, а Бог заметил. Поэтому мы говорим, Господи, даже если я ничего не заметил, или я ничто не могу себе такое вспомнить, ты все знаешь, что не так. Боже! Но в это же время не надо придумывать себе что-то. Каждый испытывает свое дело. И только тогда, и тогда, будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Объясните мне, пожалуйста, вот эту вторую половину стиха, как, как, что, что здесь апостол говорит, как это оно, понимать. И тогда будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Это говорит, что он будет похвалу в себе, а не в другом. Да, интересно, что похвалу в себе. Вот там, куда ты вникал в себя, вот там где-то в себе, в той же самой области, похвалу будешь иметь. Интересная похвала, интересного рода похвала такая, которая в себе. Для нас более понятная знакомая похвала, которая идет снаружи. Нас так с тобой и люди хвалят. Вот меня и тебя люди хвалят, просто хвалят так и так. Так что люди хвалят, ты и я. Я тебя, ты меня. Я хвалю тебя, и ты хвалю меня. Двухсторонняя похвала. Мы привыкли больше к такой похвале, со стороны. Вот нас похвалили там и все, и нам приятно. Это хвала посчекотала нам уши. Ай, хорошо. А будет иметь похвалу какую-то интересную в себе. От кого похвалам? Как я могу его похвалить? Как я могу тебе похвалить? Как? Он будет иметь похвалу в себе, а не в коем другом. То я тоже так к себе. Ну, там нелегкие обороты речи такие. Нелегкие. Легче их только почитать и дальше пойти. Но, когда читаешь немножко рассуждать, то ну... It's interesting, you know. It's easier to read and just continue moving on. But when you read and you study it, it's interesting. Я лично так скажу, с моего понимания, что... Похвала в самом себе, для меня это похоже что-то как за... Как речь идет о внутреннем самоудовлетворении. Внутреннем удовлетворении. When it says that we will have this boast in ourselves, this means that this is some kind of inner satisfaction. Внутренний, приятный такой комфорт. Interesting, internal, pleasant comfort. И... Согласен. Когда-то бывает, что что-то такое сделаешь, и нету удовольствия внутри. Нету. Sometimes when we do something, we don't have this, we'll say, boast or this pleasant feeling in ourselves. Дискомфорт получается. And we'll have some discomfort. I think it's possible when we do something by the faith, when we, in our life, when we act according to the faith, when we do something, and we see that it was a blessing, we feel good, we feel this joy. Yes. Прит-чах Соломона, 31 глава, но это слова лемуила, царя. И здесь речь идет о добродетельной жене, о добродетельной жене. Ну, то, что я хочу читать, я его прочитаю. Это 18 стих сейчас. Пускай найдут. Здесь идет речь о добродетельной жене. И мне так нравится этот стих, что я даже его себе подчеркнул. Много о ней хорошего, красивых слов сказано в этой главе, об этой добродетельной жене. Но вот 18 стих говорит так. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гасит и ночью. And it says in Proverbs 31, 18, about this woman, it says, she sees that her merchandise is good, her lamp does not go out by night. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Можно видеть, что занятие твое хорошо. Хорошо покрасил, хорошо построил, хорошо сделал, со стороны построил занятие хорошо. Глазами, как бы, сделать анализ. А она еще чувствует, что хорошо. Нету конфликта внутреннего с тем, что она делает. Она имеет внутреннее удовлетворение от того, что она делает. Вот это, мне кажется, иметь похвалу в себе, удовлетворение в себе. Это так хорошо, когда оно есть. И как мы уже сказали, что иногда делаешь, вроде бы, как бы, с виду ничего, а внутри скребет. И даже со стороны тебе придут и скажут, похвалят. Со стороны тебе комплиментами там ударят, похвалят, похлопают, и ты улыбаешься. А внутри тебе говорят, на-на-на-на-на-на. Они-то могут льстить еще, те люди, знаешь. А могут и искренне. А внутри ты чувствуешь. или они могут быть крестными, но внутри вы чувствуете, что выглядит хорошо, но не так. Ты сделал что-то, что хорошо, но ты знаешь... Ты уверен, что ты мог бы сделать лучше, но такого нет, но знаешь, что лучше сделаешь. А ты признаешь, что ты захалтурил, ты мог лучше. Я человек, который ноль покраски, ноль покраски, зеро. И обычно он пришел, о, как красиво, о, как красиво. Он действительно для него красиво. Законит специалист. Почему я об этом говорю? Потому что я об этом говорю, потому что я знаю. Заходит специалист. И видит. Можно было бы лучше. Нужно было бы лучше. А человек, который далек, там, ему покрашено. Твоя красивая краска, а как она там покрашена? Ну и не только с краской такое дело. Ты сам знаешь, что можно было бы лучше сделать. И тогда будете иметь похвалу только в себе. Внутреннее такое. И вы будете иметь благословение, благословение, благословение. Внутреннее, благословение. Это понимание, что это хорошо и уверенность в том, что было сделано. Это очень хорошо. Потому что только мы знаем, что я могла бы сделать лучше. Или, что это лучшее, что я могла бы сделать. Каждый день испытывает свое дело. Let each one examine his own work. Потому что отвечать каждый будет как раз то именно и за. И там где-то есть написано, дело каждого обнаружится. И также есть скрипция, которая говорит, что работа для всех будет evident. Всего работа для всех будет evident. Ииспытай меня, Божий, и узнай сердце моё. И испытай меня, и узнай помышление моё. И зрение на опасную её плечи, и направленную на путь вверх. Хороший момент. Очень хороший. Давайте спросим наших братьев и сестёр. Вот Давид так помоился, попросил у Бога, Божий, испытай меня. Когда надо молиться такой молитвой? Как вы думаете? Как бы это что-то новое сегодня в нашем разборе. Это такая пришла новая мысль со стороны. Вроде в том же самом контексте, про испытания. Но мы-то всё говорим, что себя, себя, себя. А тут человек обращается к Богу с такой просьбой. Как это связать то, что мы говорили, и то, что сейчас свежее поступило? Как оно связывается? Или оно противоречит, или оно не противоречит? Как вы скажете? How do we tie in this thought of, you know, us examining ourselves? And then this other person says, you know, David says in the psalм, I was just read by Masili, Lord, test me. Examine me. Can we tie him in, or is it the opposite? I think it's very similar. Because the Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So you can pray, God, examine me, but help me also see myself. through your Word. If I examine myself, and I don't know if I'm doing the right thing, then I ask the Lord, if I'm not right, or I'm not doing something right, then tell me what I should do right, and how I should do it. Because David says, David says, you have tested me, and you know when I get up and lie down. David says that, before there's even a word on my tongue, you already know it completely, Lord. So if I examine myself, you know, God already knows everything about me. So when we talk about self-examination, David here is talking about examination from the side, God examined him. And here it does not cancel anything out. And here it does not cancel anything out. But instead it complements one complements the other. And it continues to stay in its place, that we must continue to examine ourselves. We can't just say, oh God, you examined me, and now I don't have to examine. But the thing is, I'm not sovereign. And I can't perfectly examine all my imperfect deeds, works. And even when everything looks good and normal, but to me it's good. And I want to know what the specialist thinks. And when you have examined yourself and you saw that you have some shortcomings, then you say to yourself, then you say to yourself, здесь я нехорошо. А-то тебе не Бог говорит и не братья, а не сестры. Ты сам себе говоришь. И равняю. А Бог со стороны смотрит, как нас у детей, и говорит, молодец. Увиделся недостаток, исправляешь, молодец. Ты идешь к Богу, конечно. А когда ты ничего не увидел, но на этом не успокаиваешься, говоришь, Боже, а теперь ты глянь. И ты скажи. И когда мы искренне так живем перед Богом, то Дух Святой нам указывает даже то, чего мы не видели. И уже не я сам себе говорю, что это неплохо, а уже Дух Святой мне говорит, что вот здесь и здесь по праву. Благодарим Бога, поправляемся и двигаемся дальше. Поэтому такая молитва, она имеет место перед Богом, такое желание Божие, держи меня под контролем. Therefore, this desire is good, you know, and this prayer has space in our prayer life. God, keep me under control and guide me. Yeah, it's definitely not right for us to say, you know, God, I'm not going to examine myself. God, if I need to be examined, you examine me. Благодарим Бога. There was a prayer once, two people were, two friends, two boys were, I don't know where they were, but they were doing something that, you know, they should not have been doing and they were both at church and one was sitting in front and one was sitting in the back and I think you said this story. One was sitting in front and one was sitting in the back and then a prophet gets up from the front, walks past this one that was sitting closer to the front to the one in the back and says, you know, a word of rebuke, a prophetic word of rebuke and this person in the front is like, whew, you know, he passed, you know, the prophet passed right by me or she or he, the prophet passed right by me. That means I'm okay. And this other person, the prophet is, is, is rebuking, the Holy Spirit through the prophet is rebuking and then this, this person in the front thinks that they're okay and then when the prophet was returning, and then the prophet stops at where this person was towards the front and said, but about you, I've rejected you, you know. Oh, thank you. And it says, and this is what was said, that you think that I didn't say anything to you, but the reason why I didn't say anything to you is because you are not of my sons, you are not of my children. That's scary. So that's why we must examine ourselves and work on ourselves. We must examine ourselves. Продолжение следует... Продолжение следует... Нашего рассуждения над этим четвертым стихом. И... Хочется подметить такую мысль, что... На самом деле у каждого из нас столько работы, столько работы, которая связана с самим собой. Такие задачи серьезные стоят передо мной лично, касающиеся меня лично. Столько работы в моем личном винограднике, что если я подойду качественно и ответственно к этому делу, То на чужие грехи у меня времени не будет. Ты своими займись. Займись своими делами, своей душой, и у тебя не будет времени рассказывать по чужим домам, семьям, церквям, странам, континентам. Человек, который не занимается собой, всеми занимается. Чего так сила? Чего так встав? Чего без шапки, чё в шапке? Что неправильно, то неправильно. Так и все. Я об этом не раз рассуждал, думаю, как человек, будучи с бревном в глазу, умудрился увидеть сучок в соседнем. Он имеет эту способность, чтобы увидеть сучок в глаз другого. Уже слезы текут, и не только слезы текут. У тебя есть маленький кусок в глазах, и теперь у тебя слезы в глазах, и у тебя болезнь. А то колода в глазу, а он еще анализирует соседнее око соседа. И написано, что ты выеме сначала свое бревно с глаза, а потом увидишь, как помочь брату. Ну, если представляете, буквально, у человека торчит бревно в глазу. Представьте себе такого человека. Бревно в глазу торчит. Такое. Бревно – это то, с чего дома строят. Представьте. И он рассмотрел, что у той сестры в глазу вижу сучок торчит. И пошел, короче, помогать. И он пошел, чтобы помогать. Бревно – бах! Извините, что она упала? Слава, вставай! Ну, короче, такие чудеса. Выйми это бревно! Присмотрись. И если там действительно есть сучок, то тебе будет легче помочь. А в большинстве случаев, ты, когда присмотришься, то поймешь, что тебе всего лишь показалось, потому что бревно искажает зрение, и ты думал, что у него там сучок. Казалось, у него глазки просто как… Там все чисто. Да. У такого человека искаженное зрение, ему кажется, что все. Когда ты не такой, тебе кажется, что все не такие. Как только сам нормализировался, думаешь, нормальные люди вокруг меня, что-то я… И Марк хороший парень. Ну… Я в Руслан, я зря так думал. Когда в себе она был порядок. Пусть Бог нам поможет, братья и сестры. У нас есть чем заниматься, обникаем в себя, в учение. По ходу дела, что надо, корректируем, поправляем и двигаемся дальше. И все, что мы нужно, мы корректируем, и мы можем дальше. Это интересно, я думаю, что о качестве контроля стампы. И когда все будет качество инспектов, то, что у нас есть качество, и у нас есть сигнализация. Но если не было качество, то нет сигнализации. Так что если все хорошо в нашей жизни, и мы говорим, что ты делаешь это? И мы говорим, что ты делаешь это хорошо? Я говорю, что если ты делаешь это хорошо, и ты делаешь это хорошо, ты думаешь, что ты делаешь это хорошо? И ты делаешь это хорошо. Если ты смеешь это хорошо, как в России, они говорят... Я говорю, что это хорошо. Это хорошо. Тогда это застанавливается. Я не хочу разобщаться, что ты не хочешь между это. Поэтому важно у нас нас чтобы мы именили антигритие, что мы делаем, и мы знаем в нашей жизни, и заметим, что, если мы не возьмем. что если мы не turned remove, Важно качественно работу делать и свою, и в жизни, и в духовной жизни, и на работе, и все. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Когда мы в себя вникаем, мы обязательно что-то найдем в себе. Но никогда нельзя допускать такого, чтобы какая-то там мусоринка тебя остановила на года, и ты будешь эту штучку оплакывать всю жизнь, и потом и все это, короче, такой выбиты из жизни. Так нельзя. Нормальный процесс жизни. Вникаешь, что-то обнаруживаешь, устраняешь, двигайся дальше. Забывая заднее, простирая вперед. Нельзя забыть то, что еще не омета крови Иисуса. То, что омета крови Иисуса, надо обязательно забыть. Некоторых людей остановило какая-то что-то, что-то. Что-то было не так, да? И кается, и плачет, и плачет, и кается, исповедуется, и кается, и плачет, и кается. Доколе? Доколе ты будешь оплакывать, будучи такой весь парализованный? Все. Решил вопрос, устранили поломку, газу и пошел за Господом. И может, когда не забываешь, что ты до конца не осознавал, что Иисус взял твои вещи на систи. Получается, я верю в искренность этого покаяния человека. Я верю, что он плачет, кается, все. У него не хватает. Покаяния у него есть. У него не хватает веры взять прощение. И представьте себе смехотворную картину. Человек пришел к Иисусу своим грехом, и кается, и отдает Иисусу этот грех. Иисус, который забирает. Все. Человек со слезами плачет, Иисус забирает. И не принимая прощения, не принимая прощения, он не уконит с радостью от Иисуса. Начинает дальше плакать, и назад этот грех еще тянул. Дай мне его назад подержу. Зачем он тебе? Отдал, забыл, все. Иди и радуйся жизни, и спасению, и прощению, и милости Бога. И пой Аллилуйя. Такой процесс нашей жизни, и Бог нам добрый, милосердный, нас учит, наставляет и помогает нам. God teaches us. Sometimes, though, people pray, Ипаси нам долинаш, Forgive us our debts as we also forgive our debtors. If we didn't forgive somebody, you know, it's possible that we can't accept forgiveness from God because we didn't forgive somebody. Is that possible? Possibly. I think that's possible. You know, it's not that God didn't forgive, because God is good, He says He forgives, but sometimes if we don't forgive, if we hold grudges, then we may have a hard time forgiving ourselves and letting go of our, some of our shortcomings. So, sometimes if somebody's going through that, it's really just almost like chronic. Do we have anything that, anybody that we need to forgive? And maybe then we'll be able to say, Oh, wow, God, I'm forgiven. Why do I keep going back and asking for forgiveness for that which you already have forgiven me? So, yes. Давайте мы что сейчас делаем с вами? Давайте мы так договоримся. Here's what we'll do. Давайте мы встанем и прославим нашего Господа. Субтитры создавал DimaTorzok